Андрей Владимирович Соловьев по итогам двухматчевого противостояния против Авроры. Две победы с одной стороны, с другой стороны. Мне кажется, сегодня вы были чуть больше довольны игрой, но вот за исключением концовки. Там что-то не получалось, а вчера, даже несмотря на победу 6-0, ну как будто много и не получалось у вашей команды. И вот что-то вы хотели подправлять. Да нет, почему? Вчера много получалось, был отрезок после 2-0, не понравился мне. Мы выпали из игры, как бы посчитали, что игра закончилась. Второй тайм, в принципе, мы зашли очень хорошо, и как бы у меня минимум претензий. Сегодня, наверное, может быть, чуть побольше претензий в плане того, чтобы мы, конечно, играли не на тех скоростях, которые обязаны играть. То есть только во втором тайме немножко включили, то я считаю, что в максимальном режиме. Поэтому такая как бы игра монотонная была. Ну, может быть, это связано с тем, что все-таки восстановительных мало часов пошло после первой игры. Плюс 6-0 мы выиграли. Все равно подсознание остается этот счет. И ты пытайся донести, акцент этот был сделан на этом. Но по своему опыту я знаю, что после таких тяжелых игр всегда эти вторые игры намного сложнее. Но все равно девчонки 6 очков своих взяли, на самом деле. Я говорю, нам трудно играть с «Авророй» по причине того, что, понимаете, мы выиграем, нас никто не похвалит. А будет какая-то осечка полетит со всех сторон. Поэтому тут, может быть, «Авроре» в этом плане легче. Но я считаю, что мы, по-моему, в двух играх доминировали полностью. Полностью были на мяче, полностью инициатива наша. И я считаю, что 6 очков – это справедливый результат. В целом, если так посмотреть, то, что вчера, что сегодня, ваша команда действительно второй тайм проводит на более высоких скоростях. По крайней мере, начиная от этого. Почему девочкам не удается включиться в игры сразу? Где-то есть психология, что мы выходим с командой, которую мы должны и так обыгрывать? Или что-то другое мешает? Ну, я не знаю пока на этот вопрос точно ответа. Если бы я все знал в этой жизни, я бы не здесь работал. Не знаю. Мы разговариваем, общаемся. Понимаете, каждая игра – это отдельная жизнь, на самом деле. И по-разному все складывается. Вот в этом туре сложилось так. А в других турах, на Кубке России, например, мы уже на второй минуте с этой командой вели 2-0. Поэтому нету никакого такого ответа точно. Трудно очень ответить на все это. Это игра, я еще раз говорю, это не кино, где можно установить, посмотреть, сделать дубль. Тут каждая секунда новый момент. Поэтому пока мне трудно тоже ответить на этот вопрос. Так получается, что у вас сегодня в игре некоторые девушки ходили даже между четверками. В первой и второй четверке поиграли. Это, скорее всего, сделано для того, чтобы было больше игровой практики и плюс сочетание смотрите. Потому что у вас еще часть девушек заявлена и на городской первенство, но, видимо, тоже для игровой практики. Я правильно понимаю? Ну, конечно. У нас Лиза Никитина не играла полгода. Женька Коваленко переболела. Сейчас не играла месяц. Мы вчера потеряли Наташку по цеке, но пока не знаем, на какой срок. И, конечно, мы варьируем сейчас состав, ищем какие-то сочетания. Да и по игре смотришь, кто-то выглядел получше сегодня, кто-то похуже. Поэтому ты пытаясь оптимальные варианты какие-то игры найти в этих сочетаниях. У нас же одинаковые принципы игры. Может быть, какие-то тонкости в парах или еще какие-то взаимодействия. Есть у кого-то, скажем, сыграние. Но наш и тренировочный, и игровой процесс строится так, что у нас единая модель игры. Поэтому все девчонки, которые должны выходить в разных сочетаниях, они знают, что делать в той или иной ситуации. Поэтому я не вижу на самом деле большой какой-то определенной проблемы. Больше, я говорю, конечно, мы должны сейчас нагрузку распределить. Так что у нас еще четыре игры достаточно короткий срок. Мы так уже сыграли семь игр за этот короткий срок. Еще четыре сейчас надо. Поэтому тут надо и подумать, и нагрузки. Хорошо. Желаю, чтобы все удалось. И удалось пройти грядущие матчи без потерь. Спасибо. Спасибо большое.